Об этой работе с Кириллом Серебренниковым в опере Гамбурга договорились в 2016-м, за несколько месяцев до его задержания в России. Надеясь, что арест недоразумения планы оставили в силе. Так, за полтора года в заточении, без телефона и интернета, режиссеру с самым новаторским почерком пришлось выработать и новаторский метод работы. Что у вас в руках, Евгений? У меня флешки в руках с видео, которые Кирилл передает через адвоката, чтобы мы дали замечания, все ноуты, которые есть для спектакля, для работы с артистами, его обращение к артистам, каждому там персональные какие-то замечания. Пометки из России в Германию ассистентам Кирилла пересылают через юристов. Ему обратно, на просмотр, шлют записи с этих камер. Так в майках «Жги» они и «Жгут», создавая в переложении Серебренникова монументальная набукка. У выражения «как по нотам» тут буквальный смысл. Каждую сцену, строчку, жест, настроение. Постановщик расписал загодя и заочно. На 30 метрах московской квартиры у него было время подумать на главную для Верди тему – освобождение народов от рабства. Для художника это как ситуация катастрофичная, когда ты не можешь как-то вообще реализовывать все свои замыслы, да, но имея хотя бы такую возможность, как он говорит, что там, я, может быть, эту оперу столь подробно там никогда бы и не сделал. Решающая репетиция. Все ли сходится? Во-первых, это все очень здорово уже приготовлено. То есть, вы знаете, когда приезжаешь на постановку, когда режиссер, он здесь на месте, но он не знает, бывает и такое, что он хочет, и он не готов. А здесь мы приехали, режиссера нет, а постановка есть. Дано опера 19 века с сюжетом века 6 до нашей эры. Задача – подчинить набуха Верди событиям современного для Запада 2019-го. Трудно поверить, но события эти схватывают на лету, не выходя из-под домашнего ареста Кирилл Серебренников. В далекой России по-прежнему подсудимый. Здесь же, пожалуй, самый европейский режиссер. Из либретто слова не выкинешь, но поют по его воле те же слова, да о другом. Вместо древнего Вавилона – зал пленарных заседаний ООН. Вместо войны ассирийцев и попавших к ним в плен иудеев – изображение мытарств нынешних беженцев и поклонения. Тогда и теперь идолам национализма. Телеэкраны – главная часть декораций. Так и глубже, но так и понятней. Бегущей строкой в перемешку с фабулой Верди – последние международные известия. На аванс-сцене узнаваемые типажи из выпусков новостей. Вот сошедший с ума царь Набукка ведет борьбу с уноверцами под лозунгом «Ассирия в первую очередь». А вот верховный иудейский жрец Захария, облачившись в пацифистские одежды, позирует для селфи с мигрантами. Большая политика, еще большие войны и миллионы жертв из числа маленьких людей. Опера, в отличие от драмы, уже менее гибкая. Мы не можем так резать текст. И театральным драматическим режиссерам это непривычно часто и раздражает. А Кирилл довольно ловко сочинил новую историю, в которой весь текст оперы Набукка, в общем-то, имеет смысл. Это должен быть человек с очень специальным складом ума, талантом, воображением. Воображение этого хватило и на то, чтобы наиболее известный фрагмент классической оперы – «Ва Пенсьеро». Наряду со звездами академической музыки в Гамбурге исполняли набранные в проект буквально по объявлениям местные беженцы. Сирийцы, иракцы, афганцы. Кому, как не им, на фоне таких фотосвидетельств петь о прекрасной утраченной родине. Это просто желание показать нам, что это тоже люди, которые могут работать с нами, а также показать им, что они в этом обществе welcome, что у них здесь есть шанс присоединиться и к работе, и к существованию общества. Первый показ набука для простой публики уже в воскресенье, хотя сам автор результат его трудов увидит последним, как вероятно и намеченную акцию в защиту Кирилла Серебренникова. Так теперь Гамбургли, Цурих, Штутгарт. По грустной традиции начинается каждая из премьер исключительно плодовитого художника и арестанта. В чем сила его? Сила в правде, в уверенности, в том, что это когда-то закончится, и в том, что правда на нашей стороне, и мы понимаем, что все-таки иначе никак не должно быть. Константин Галинсвак, Илья Лементов, Яна Карпова, РТВА, Гамбург.